Парк Белякова на улице Забайкальской стал широко известен в городе благодаря проекту благоустройства. Сюда Павел Малков и поехал в первую очередь. Широкие асфальтовые дорожки уже проложены по всей территории парка, заменены фонари, готовы места под скамейки, которые установят здесь в ближайшее время. Между тем, от внимательного взгляда руководителя региона не уходят детали. После осмотра он дал ряд поручений. Территория парка позволяет обустроить здесь детские площадки. Огороженную колючей проволокой под ведомственную территорию водоканала нужно оградить иным способом. Колючей проволоки все же в парке не место. Вопрос вызвал и бетонный забор, который вот-вот рухнет. Далее осмотр ряда дворов, где прямо сейчас идет масштабная реконструкция, например, улицы Дублера Московского шоссе и улицы Новаторов. На место приехала генеральный директор ОАО «Автодор» Юлия Шушпанникова. Она и пообещала Павлу Малкову, что к 20 августа движение на участке пойдет в обычном режиме. А помимо проезжей части отремонтируют асфальт, сделают дороги к подъездам, заменят освещение. Дороги, пешеходные переходы, тротуары, освещение. Когда мы это полностью все доделаем? Полностью доделаем к 5 сентября. К 5 сентября здесь уже не останется ни одного рабочего, все будет сдано. Как нам транслил подрядчик, совершенно точно 5 сентября, раз я вам это обещаю, соответственно, лично контроль беру и 5 сентября все работы будут выполнены. Хорошо. На этой точке в Рио заговорил о новом для нашего города решении по благоустройству. Мы договорились. Там, к сожалению, сейчас уже перепроектировать поздно. Это, во-первых, не такое дешевое удовольствие. Во-вторых, когда уже работы идут полным ходом, когда они будут сдаваться в течение двух недель, сейчас переделывать, убирать провода под землю, ну, уже просто сложно и нецелесообразно. Но мы договорились, что там, где речь идет о комплексной реконструкции, когда и тротуары, и бордюры, и дороги, и освещение, ну, очевидно, что здесь надо сразу же провода убирать под землю. Такой стандарт качества должен быть. Поэтому где-то мы будем заниматься этим целенаправленно по центральным улицам, в первую очередь. А где-то там, где идет комплексная реконструкция, будем просто закладывать в проведение. Во всю идут работы по благоустройству общественного пространства на бульваре Победы. Памятник Хачкар, знак российско-армянской дружбы, реконструируется. Возле камня уже обустроили детскую площадку. Сейчас укладывают брусчатку. Следующий этап озеленения. Здесь Павел Молков поднимает еще один острый для города вопрос. Очевидно, что везде нам нужно так серьезно внедрять системы видеонаблюдения. Причем, чтобы они не просто на столбах висели и непонятно, куда транслировали сигналы, а чтобы к ним имел доступ всегда сотрудник МВД ответственный и мог принять какие-то меры оперативного реагирования, вызвать группу и следить, что идет какое-то правонарушение. Потому что, к сожалению, несмотря на то, что сейчас достаточно большие, хорошие проекты по благоустройству, мы часто сталкиваемся со случаями вандализма. Мне вот очень сложно это понять, когда создают что-то новое, хорошее, красивое, интересное. Зачем это ломать? Ну, вот, тем не менее, такие факты есть. Поэтому видеонаблюдение, конечно же, будем серьезно развивать. Не остался без внимания Молкова участок московского района, который много лет является камнем преткновения для автомобилистов. Мы встречались с Олегом Валентиновичем Белозеровым, уже даже не один раз руководителем РЖД. Проговорили ряд проектов, направление работы. Есть и социальные проекты, есть проекты общественные, а есть проекты конкретные по инфраструктуре. И один из вопросов, который я сразу поднял на первой же встрече, это путепровод на московском шоссе. Очевидно, что проезд под ним надо расширять. Проект очень непростой, очень ресурсоемкий, очень сложно именно в организации работать, потому что там огромное движение, большое количество коммуникаций. Все это требует такого очень чательно взвешенного подхода к проектированию. Но в любом случае делать это надо. Мы договорились о том, что проекту этому быть, и сейчас начинаем первый подход к проектированию. Поэтому я уверен, что расширить дорогу в этом месте нам скоро удастся. Я же сам там много раз приезжал, видел, что там происходит. Работами в районе в Рио губернатор остался удовлетворен. Отметил, что благоустройство ведется в срок. А если сроки и сдвигаются, то по объективным причинам, например, из-за дополнительных, не обозначенных проектом работ. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».